Итак, всем привет! Я подготовил пошаговый план, подробнейшее руководство для тех, кто хочет научиться создавать сайты без программирования и зарабатывать на этом в интернете. Досмотрите видео до конца, потому что я подготовил для вас бонус, подарок и в конце расскажу, как его можно получить. Уверен, он вам точно понравится. Ссылка на этот план будет в описании к этому видео. Вы можете потом после видео перейти и самостоятельно также изучить. В целом он у вас будет всегда под рукой. И подпишитесь на этот канал, потому что и каждый день я публикую полезные бесплатные уроки на эту тему. Итак, давайте начинать. Первое, с чего стоит начать, это банально, но очень важно понять для себя, зачем вам это и что вы хотите от этого получить. То есть, в чем ваша цель? Просто ради денег и востребованности этой сферы? Или же вам нравится, вы видите какой-то отклик и чувствуете, что хотите попробовать заниматься этим? Если первый, то возможно вас просто не хватит на долго. Возможно при первых трудностях вы сразу все бросите. А если у вас второй, то конечно стоит попробовать и заняться этим. Тут как бы я не буду долго останавливаться, тут вам нужно самим понять и ответить честно себе на этот вопрос, зачем вам это нужно. Далее, по сути, вот второй пункт, он как бы первый, если исключить вот это вот, это самое главное, с чего стоит начать. Изучить навык, то есть инструмент, с помощью которого вы будете работать. В нашем случае это инструмент тильда, это вот создание сайта именно на тильде. Есть два варианта, это бесплатное обучение и платное обучение. Бесплатное обучение плюс в том, что это как бы бесплатно. Это многочисленные уроки на ютубе, у меня на ютубе много уроков. Это всякие бесплатные курсы. Минус здесь в том, что вся эта информация, она как бы, ее очень много, и вы просто всю эту информацию берете и напихиваете себе в голову. Там нет структуризации, там нет порядка, там нет обратной связи. Вот вы что-то посмотрели, сделали, у вас возник в моменте вопрос, никто вам не ответит на этот вопрос. То есть, просто это набор информации. В платном обучении единственное минус, что это платный, а во всем остальном это одни плюсы. То есть, в платных курсах есть понятная четкая структура. То есть, уроки выставлены от простого к сложному, они вычищены от воды, вы смотрите прямо только то, что вам нужно. Вы получаете обратную связь и сразу быстрее и безошибочно, и качественнее приходите к результату. Поэтому выбор как бы за вами. Второе, мы изучили тильду, мы уже умеем делать грамотные и качественные сайты. Двигаемся дальше. Третье, это подготовка и упаковка себя для поиска клиентов. То есть, когда мы уже навык освоили, нам необходимо уже подготовиться к поиску клиентов, чтобы уже как бы на этом заработать. И первое, что нам нужно сделать, это собрать портфолио из двух-трех качественных работ. По сути, если вы проходите какой-то курс, вы уже в процессе собираете это портфолио. У меня на курсе так устроено. То есть, мы в процессе курса уже собираем портфолио. Но в целом, вам это портфолио в любом случае нужно. Две-три работы, это либо реальные заказы, которые вы нашли в вашем окружении, может быть, среди ваших знакомых. Либо же, если у вас нет такого, то вы можете просто придумать эти две-три работы. То есть, два-три сайта выдумать и сделать. То есть, портфолио это показатель вашего уровня. Это не обязательно заказы, которые вы сделали. Просто по портфолио клиент понимает, на каком уровне вы можете работать и сделать ему сайт. Далее, сделайте себе сайт-портфолио и разместите туда свои работы. Очень многие начинающие не заморачиваются и не делают сайт-портфолио и просто скидывают ссылки клиенту. И смотрится это не очень на самом деле. То есть, я вам здесь вот приложил пример моего сайта. Можете изучить, можете взять. Я, в принципе, не против. Такой подход вас сильно отличает от других. То есть, вы становитесь более конкурентоспособным. Потому что потенциальный клиент видит, что вы заморочились, у вас классный сайт. Там понятно, кто вы, чем вы занимаетесь, ваши работы. И сразу видит вас эксперта, профессионала и у него уровень доверия повышается. Поэтому с большей вероятностью он у вас что-то купит и у вас закажет. Поэтому обязательно сделайте себе нормальный сайт-портфолио. Далее, когда вы все это сделали, упакуйте свои соцсети и мессенджеры. То есть, под упаковкой соцсети подразумевается нормальный, хороший, качественный аватар, а не что-то размыто. То есть, напишите, чем вы занимаетесь. Разместите туда ссылку с вашей ссылки на ваш сайт-портфолио. Сделайте пост о себе. Разместите свою работу. То есть, чтобы по вашему профилю было понятно, кто вы, чем вы занимаетесь и что вы в этом эксперт и специалист. Также с мессенджерами. То есть, мессенджеры, это по сути телеграм, фатап в основном. Это точки соприкосновения с клиентами. То есть, в этих мессенджерах мы общаемся с клиентом. Там тоже необходимо сделать качественную фотосессию, чтобы у вас был нормальный аватар, чтобы было видно вас. Чтобы в статусе или в описании было написано, кто вы, чем занимаетесь. Это все-таки микродетали, но которые, по сути, влияют на восприятие вас как специалиста. Итак, третий пункт. Вы подготовились, упаковали себя полностью и мы переходим к этапу поиска клиентов. У меня на ютубе есть отдельное видео, где я прям разбираю 25 способов поиска клиентов. Прям подробнейшее видео. Поэтому лучше вам перейти и посмотреть это видео там дополнительно потом. Здесь я сильно подробно останавливаться не буду, потому что там уже подробно все было. А так, в целом, необходимо рассказать о своей деятельности в соцсетях. То есть, знакомым, друзьям в социальных сетях. Напишите посты, закиньте свои работы, чтобы люди просто знали, что вы этим занимаетесь. Также разместите свои работы на биржах. Также откликайтесь на заказы в телеграм-чатах. Понятно, что на биржах и в телеграм-чатах очень высокая конкуренция и там низкие цены. Но вначале вам нужно все попробовать. То есть, вы только начали этим заниматься. Вас никто особо не знает. Вам нужно максимально постараться, чтобы у вас какие-то заявки уже приходили. Поэтому вы используете лучше 5-7 разных способов. И даже если с каждого из этих источников у вас хотя бы одна заявка в день будет, это уже 7-7 заявок в день, что очень много. В месяц это там 200-300 заявок. У вас точно будут заказы. Далее, опубликуйте объявления на площадках. Типа Авито, Авито, Юла есть, Яндекс.Услуги, Профи. То есть, вот подобные специализированные сайты. А тут тоже собирайте заявки. И еще много других способов, которые вы можете посмотреть в отдельном видео. Здесь не буду сильно на это время тратить. Итак, представим, что вы все сделали. Дошли до этого этапа и уже взяли первого клиента в работу. Все, вот вам удалось взять первого клиента. Далее, непосредственно уже работа с клиентом. Что мы делаем? Нам необходимо провести брифинг клиента. Брифинг это когда мы ему задаем ряд вопросов. И на основе этих вопросов понимаем, какая будет софтура сайта, какая будет информация на этом сайте и вообще о чем будет сайт. Я подготовил специальный документ, список вопросов для клиента. Вот по ссылке переходите, вам откроется вот такой вот документ, где прям очень много вопросов, которые вы задаете своим клиентам. То есть, здесь прям все расписано. Допустим, чем вы занимаетесь, что за бизнес, сколько у вас товаров и услуг, какую задачу должен решать сайт и так далее. То есть, допустим, вопрос про услуги. Сколько у вас услуг? Одна услуга. Значит, мы делаем одностраничный сайт и расписываем эту услугу. А если у компании несколько услуг? Вот мы спрашиваем у клиента, вот у вас несколько услуг, нам надо ли каждую услугу отдельно на другой дополнительной странице раскрывать или нет? Если да, то это многостраничный уже сайт. Если же мы можем в рамках одной страницы там три услуги просто описать, и все, и этого достаточно, то получается мы делаем одностраничный сайт. То есть, вот все эти вопросы необходимо уточнить у клиента. Когда мы всю эту информацию собрали, далее мы анализируем конкурентов. Конкурентов мы анализируем с той целью, чтобы посмотреть, как вообще устроены вот эти вот его конкуренты у вашего клиента на рынке, какие у них сайты и какие там приколюхие фишки мы можем подметить, использовать на нашем сайте и как мы можем отстроиться от этих конкурентов и сделать чуточку лучше. Вот для этого мы анализируем конкурентов. В целом, вы у клиента тоже должны запрашивать конкурентов. Он вам тоже скинет, но вы тоже сами посмотрите. Причем я рекомендую изучить не только прямых конкурентов, допустим, вы делаете там сайт для салона красоты, прямые конкуренты салона красоты, это сайты салонов красоты. Но есть также смежные конкуренты, это, допустим, салоны лазерной депиляции, какие-то еще там женские салоны, куда девушки ходят, это смежные конкуренты, их тоже стоит изучить, возможно, там вы что-то тоже прикольное найдете. Далее, на основе этой информации, которую вы получили от клиента, на основе анализа конкурентов, вы собираете структуру сайта, так называемый прототип. То есть структура сайта, это по сути просто порядок блоков и примерных расположений, то есть что, зачем будет. Вот, допустим, сайт для салона красоты, допустим. Первый экран, вот фотографии там, допустим, и название салона, и чем мы вам поможем. Второе, там наши услуги, какие у нас есть услуги. Третий, допустим, обоснователи, о нашей студии и так далее. То есть на основе этой информации вы собрали структуру. Теперь у нас есть уже понятная структура сайта, так скажем, скелет этого сайта. Теперь вы уже начинаете обсуждать с клиентом референсы. Референс это пример сайта, наподобие которого вы хотите сделать. То есть это может быть несколько примеров. Это примеры стилистики, шрифта, цвета, дизайн и так далее. Вы скидываете какие-то варианты, как вы считаете уместным клиенту. И у клиента тоже спрашиваете, какие сайты ему нравятся. И на основе этого вы переходите к какому-то единому мнению. И вот у вас уже есть структура. Есть примерное понимание, в каком стиле будет сайт. И далее мы делаем следующее. Нам необходим сбор материалов и подготовка контента. Под контентом подразумевается текста, там для заголовков, просто для описания в целом текста на сайт. Это фотографии, это видео, это отзывы, это может быть какие-то сертификаты. В общем, любая информация, которая вам нужна для сайта. То есть любой контент. Далее, на этом мы заканчиваем первый большой этап аналитический подготовки. И далее второй большой этап, это дизайн и сборка сайта на тильде. Я сайт собираю сразу на тильде. То есть я не использую фигму или фотошоп дополнительно. То есть я не рисую сперва там сайт, картинку сайта и потом переношу. Я сразу все собираю на тильде. Единственное, я могу в фотошопе там перекрасить иконку и вырезать какую-то фотографию. Все, то есть не более чем. Поэтому у меня все сразу идет на тильде. Я сперва собираю дизайн-концепт. То есть дизайн-концепт это первые три блока. Это главный экран, второй и третий. То есть вот три блока. Показываю заказчику, клиенту, мы с ним обсуждаем. Все окей, я двигаюсь дальше. Такой подход позволяет, во-первых, сделать процесс комфортным. Как для меня, так и для заказчика. Позволяет сделать результат ожидаемым. И чтобы всем вам понравился. Плюс я минимализирую правки. То есть зачастую правки, либо их вообще может не быть, либо правки будут минимальными. Потому что мы уже изначально обсудили примеры сайтов, референсы. Я ему показал дизайн-концепцию. И он понимает, что мы идем в нужном и правильном направлении. Все. Потому что мы с ним все согласовали. После того, как уже у нас сайт собран, все есть. Мы делаем технические нюансы, момент и соответственно уже сам запуск сайта. Под техническими моментами подразумевается это SEO-оптимизация, подключение кнопок, подключение ссылок, интеграция сторонних сервисов. Может быть вы добавляете дополнительную CRM, онлайн-платеж подключаете и так далее. Все. Все. Запустили сайт и на этом этапе, в принципе, основная часть у нас заканчивается. Все, что вам нужно, это весь этот процесс, который я вам сказал. По сути, мы вот прошли весь процесс от вашего желания и изучения этой сферы до работы с клиентами, сдачи проекта. Вам все это нужно просто повторить. Все. Вы сдали проект, взяли с клиента отзыв, добавили проект и отзыв на свой личный сайт-портфолио. И снова ищите клиенты, снова берете в работу и таким образом вы как бы растете и развиваетесь. Вот. И повторюсь, с чего стоит начать? С изучения тильды. То есть, первое, что вам нужно, это изучить тильду. И как я и говорил, у вас есть два варианта. Либо бесплатно обучиться, либо платно. То есть, бесплатная информация, в принципе, у меня есть на ютубе. Ее много есть и на других каналах. Я вам также рекомендую посмотреть мой курс. Сейчас я вам кратко расскажу. То есть, у меня есть курс, он называется тильда с нуля. То есть, это 18 уроков по 10-20 минут. Там вы разберетесь в основах тильды и уже сделаете свой первый сайт. То есть, там прям четко структурирована информация без воды. То есть, сразу в одном месте. Освоить сможет любой человек, который захочет попробовать себя. И самое главное, что в этом курсе есть чат с моей обратной связью. То есть, в чате я отвечаю на ваши вопросы, смотрю ваши домашки, проверяю и так далее. Также есть гайд по поиску клиентов. То есть, прям подробная информация, где искать, как искать, что писать. Подборка полезных ресурсов. Шаблон договора для клиентов. То есть, вы уже будете иметь договор, с которым сможете с клиентом поработать. У вас будет подборка ресурсов. Допустим, где скачать иконки бесплатно. Где бесплатные качественные картинки на сайт найти и так далее. И в качестве бонуса, я вам хочу подарить промокод. То есть, стоимость курса 1500 рублей. Но по промокоду SELL500, вы получаете этот курс всего лишь по 990 рублей. И вот, если вы досмотрели это видео до этого момента, я вас поздравляю. Вы можете этот курс взять всего лишь по такой вот символической цене. То есть, и уже разобраться в основах тильды. То есть, курс подходит для новичков. Как сделать и получить этот курс? Сайт курса здесь. Вы нажимаете и переходите на сайт данного курса. Здесь вы можете также дополнительно еще раз ознакомиться с информацией, с программой курса, что вы получите и так далее. Далее вы нажимаете купить за 1490. Здесь есть также инструкция, что нужно сделать. И заполняйте свои данные. Имя, почта, ник в телеграме или телефон, где в WhatsApp. И там, где промокод, вы пишете этот промокод SELL500. Нажимаете получить скидку. И вот скидка активируется. И сумма 990 рублей. Заполнив все данные, вы нажимаете перейти к оплате. И вас уже перекидывает на страницу оплаты, где вы с любой банковской картой, с любой страны можете оплатить. После оплаты вам сразу же придет доступ на почту. Там же будет личный кабинет, там будут уроки. Там же будет ссылка на чат этого курса. Давайте покажу, как выглядит личный кабинет данного курса для тех, кому может быть будет интересно. Итак, личный кабинет курса 1 выглядит вот следующим образом. То есть, вот курс с нуля. Здесь перейти в чат курса, вы можете сразу нажать и попасть в чат курса. И вот уроки курса. То есть, вот блок 1, модуль 1, модуль 2, модуль 3. То есть, бонусные видеоуроки. Здесь вот домашние задания, которые вы скидываете в чат, я вам проверяю. Здесь дополнительные материалы. И все это очень структурировано, понятно и просто. Поэтому, если вам это не интересно, рекомендую перейти и купить, потому что по такой цене я не знаю, где вы еще найдете такую информацию. В целом все. Надеюсь, вам было полезно. Напишите в комментариях. И до встречи.